Компания растет, оборот у нас вырастает сейчас год-году на 70%. Сотрудники в основном у нас выращены внутри компании. Что касаемо директора по маркетингу, он из обычного специалиста стал директором по маркетингу. Закупщик у нас стал исполнительным директором, РОП стал коммерческим директором. Таких примеров в компании куча. То есть в целом компания развивается, на обучение посылаем людей и так далее. Но сейчас мы как-то уже начали немножко понимать, что конечно это хорошо, все развитие внутри компании, теория есть у людей, но чуть-чуть не хватает опыта. И решили обрастись сейчас таким аналитическим отделом, опытными людьми, собрать аналитический отдел, чтобы более грамотно распоряжаться финансовым потоком. В общем, более грамотно развивалось, так скажем. Раньше этим занимались и руководители отделов, и гендиректор у нас в частности тоже занимается этим всем анализом и так далее. Но решили, что все-таки будет собрать команду с ютубов. Понятно. У вас, можете подсказать, какое направление вообще аналитики, в каком вы, так скажем, вы используете больше? Ну, смотрите, исторически я начинал в продажах, вот, ну, больше с акцентом на прямые продажи, то есть там 16,5 лет работал в компании Avon, и там и покрывал и отчетность, и такой бизнес-анализ, и планирование. Позже участвовал во множестве проектов, потом перешел в компанию ЭКО, где больше занимался товародвижением, логистикой. После этого приобрел опыт в оптовой компании, в отделе маркетинга, там связано с ассортиментом планирования, ценообразованием. Вот, потом снова, получается, вернулся в логистику, в NVIDIA Eldorado, где вот как раз занимался в отделе операционной отчетности и развитием аналитических систем, и сейчас занимаюсь поддержкой направления логистической функции. Вот, то есть у меня такая вот широкая экспертиза. Да, замечательно, замечательно. И вижу у вас, у меня еще отчасти, чем мне интересует, у вас это очень хорошее образование техническое, у нас есть, и у нас есть физика, и литература. Да. Да, замечательно. Так, ну и вопрос такой, у всех интересующий, вообще от какой ухода зарплаты готовы стартовать, например, в этом там писательный срок, и дальше? Смотрите, тут зависит от, в том числе, от должности, да, там, не знаю, от количества подчиненных, от масштаба, там, влияния, ответственности, то есть нужно смотреть просто здесь, вот, может быть, я в описании вакансии так сходу не вижу, но вы говорите, да? Да, это пока что не совсем понятно, но вот в целом нам нужен главный аналитик, ну, то есть руководитель отдела аналитики, ну, собственно, вакансии, на которой вы вы принадлежите, возможно, вас там самому, может быть, захочется не там руководителям, там, а на какое-то определенное направление, но по идее, как это в идеале должно быть, должен быть руководитель отдела и аналитики в разных отделах, у нас уже нанят маркетолог-аналитик, ну, пока что, вот, мы еще, ну, до конца не увидели, что в компетенциях он оборитат настроил, как-то все в порядке, ну, где-то чуть-чуть, не хватает, потому что он знаний, вот, взяли сейчас девушку, она у нас, ну, типа, склад, ну, больше на склад, на, там, оборачиваемые, с видами она работает, у меня тоже очень хорошая автоматическая база, она, потому что у человека, вероятности, нейроны различные, рассчитывает, просчитывает и так далее, вот, ну, и вот, то есть, по направлению, и нужно еще на продаже, ну, вот, как бы, несколько направлений, я думаю, подел, ну, максимум, наверное, 5 человек, это вместе с руководителем. Смотрите, на позицию руководителя отдела, то есть, когда я работал именно руководителем отдела управления запасами, это было 4 года назад, у меня был 220 гроз, вот, ну, сейчас, как бы, цены выросли, и, вот, примерно, там, где-то 280-300 тысяч сейчас на рынке, вот, такие ситуации, гроз, да, это имеется в виду окладная часть, окладная часть, и, ну, вот, типично, там, один, еще два оклада премия, просто, ну, чтобы тоже, вот, вы понимали, это, вот, ну, такая ситуация на рынке, ну, в таких крупных компаниях, а где-то, вот, в небольших компаниях, там, как правило, там, ну, другая, более простая схема, потому что у них там нет, там, все, как бы, в окладной части, например, вот, ну, у всех по-разному, поэтому здесь это все, на какой-то уже последней стадии нужно обсуждать. Да, ну, нужно обсуждать, но все-таки у нас есть бюджет определенный, на который нам вряд ли могут пообщаться, ну, вот, к примеру, на испытательный срок, если это будет, там, 250 на рынке, готовы? Я думаю, да, да, ну, с учетом того, что вы говорите, да, вот это формирование отдела, там, и не более, да, пяти человек в подчинении на начальном этапе, да. Хорошо. Так, ну, тогда хорошо, давайте тогда с вами на завтра договоримся на Zoom, потом мы более детально все обсудим, там, с вашего позволения сделаю запись нашей беседы, сделаю пометки в вашем резюме, прошу руководителю, гендиректору, у нас это личный гендиректор будет проводить второй этап собеседования, и сразу же, приближая, он будет завтра же. Ну, первый, я думаю, лучше всего с 13, там, до 14, а второй, там, ну, у меня после 19, я точно буду свободен. А, все, отлично. Так, хорошо, тогда давайте на 13, и вам сейчас тогда в WhatsApp вышлю ссылку, и завтра вас там буду ждать. Хорошо, да, договорились. Все, хорошо, до встречи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok